Партнеры программы. Футбольная школа Спартак Юниор и Союз Тхэквондо Республики Бурятия. В эфире ТВ-кома программа про спорты. Я ее ведущая Анастасия Пронькинова. И сегодня вы увидите. Самбистки из Бурятии стали чемпионками и призерами чемпионата России по спорту глухих. Все о секции конного спорта Школы Олимпийского резерва 9. Специальный гость программы Тасманский дьявол Вадим Бусеев. Начнем с выступления наших ушуистов на чемпионате и первенстве России по ушу Таалу 2022 в Москве с 1 по 4 апреля. В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 31 региона страны. В Бурятии представляли 9 спортсменов Школы Золотой Дракон, которые в итоге завоевали 10 медалей, 6 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые. Отметим Софью Дашинимаеву, Ингу Пурбую, Валерию Попову, Елизавету Ткачеву, Анну Апрелкову и Максара Жамсуева. Явным фаворитом стал Амгалан Жигжитов, в копилке которого сразу 4 золотые медали. Амгалан после соревнований остался на сборах. Сейчас он тренируется в основном составе сборной страны среди взрослых. Еще 3 медали в копилке сборной Бурятии принес Никита Васильев. Он завоевал 2 золота и 1 бронзу. От всей души поздравляем с высоким результатом на главном старте страны наставников спортивной школы 18 «Золотой Дракон» Игоря Марковца, Анастасии Ворошнину и Светлану Фомицкую. С 1 по 3 апреля в Зеленограде прошел чемпионат России по спорту глухих. Бурятские спортсменки по самбо привезли 4 медали. Светлана Убушеева рассказала нам о своем достижении на турнире весовой категории до 68 килограмм. Да, я выиграла, победила чемпионат России, заняла первое место. Анна Гнеушева завоевала золото весовой категории до 80 килограмм, а Вера Загузина стала обладателем серебряной медали весовой категории до 56 килограмм. Ань, как давно ты тренируешься? Как давно, 12 лет, с маленьких лет тренировалась. Папа, мама, тренер заставлял, говорит, что надо хорошо тренироваться, надо получить олимпиаду, подготовить. Мне приятно было, что я стала более увереннее, приятно быть победителем, хотя бы второе место. И я буду стараться хотя бы второе место занимать. Также бронзовым призером чемпионата стала Туяна Бадмаева. Поздравляем наших спортсменов вперед за олимпийским золотом! Бурятия отбирает лучших самбистов на чемпионат России в дисциплинах спортивный самбо и боевое самбо. Давайте посмотрим! 9 апреля состоялся открытый чемпионат Республики Бурятия по самбо среди студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. В турнире приняли участие команды из города Ангарска, Агинска, ВУЗов и СУЗов города Улан-Удэ. Вообще у нас идет отбор на чемпионат России. Вот сам был студент. И по результату этого соревнования у нас будет сформирована сборная команда для поездки на чемпионат России. Участие принимали спортсмены очного обучения возрастной категории от 16 до 25 лет. Самбат Саремпилов, студент БГУ, занял третье место весовой категории до 64 килограммов. Ты сейчас победил схватку. Что-то чувствовал? Сложно ли это было? Ну, не так уж сложно. Ну, ты рад победе? Да, да. В Республике Бурятии более полторы тысячи самбистов. А в городе Улан-Удэ тренировочный процесс осуществляется в двух школах. Спортивная школа 17 и школа Олимпийского резерва Япон. Самбо в городе Улан-Удэ и, конечно, в Республике Бурятия занимает очень значимое место. Огромное количество у нас спортсменов, которые добились высоких результатов не только на уровне Российской Федерации, а также за ее пределами. Победители и призеры были награждены денежными призами, дипломами, а также организаторы учредили специальные призы, спонсором которых выступила депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева. За лучшую технику наградили Ван Дана Чемитова. За волю к победе получил Алексей Серебренников. А лучшим судьей соревнований стал Вадим Бусеев. По результатам на чемпионат России едут Напомним, чемпионат России по самбо пройдет с 25 по 27 апреля в городе Кстова Нижнегородской области. Желаем нашим бурятским спортсменам привести россыпь медалей. В Улан-Удэ открылся центр спортивного тестирования «Стань чемпионом». Пройти комплексное исследование могут дети в возрасте от 6 до 12 лет. В результате определяются психофизиологические и функциональные возможности организма ребенка, а также проводится антропологическое и спортивное тестирование. Далее выдается подробное заключение, рекомендации по выбору вида спорта. Результаты каждого этапа исследования отправляются в систему послесиастной обработки данных и по итогам дается в автоматическом режиме заключение по предрасположенности ребенка к тому или иному виду спорта. Я знаю, что тестирование необходимое наличие документов ребенка, это свидетельство о рождении или его копия, это наличие родителей или законного представителя ребенка, справка из медицинского учреждения, что нет противопоказаний к занятию физической культурой и спортом. Оценить уникальный аппарат пришел один из лучших спортсменов Бурятии. Евгений Жербаев. Он поделился своими впечатлениями. Центр спортивного тестирования, я думаю, будет очень полезен для детей, чтобы определить их нужный вид спорта. А сами кем хотели в детстве стать? У меня такой определенной цель, когда маленький был, просто других видов спорта не было, настолько больная борьба была, ну так более-менее развита. И меня родители в борьбу отдали, я нисколько не жалею, что я стал танцом. Теперь родители спокойны за свое чадо. Пройдя тестирование, вопросы, в какую секцию отдать ребенка, отпадут. Напомним, тестирование на аппарате «Стань чемпионом» проходит совершенно бесплатно. Почти сто лет назад у каждого была лошадь, как сейчас у каждого есть машина. И сегодня мы расскажем про конный спорт в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9. Виктория Абросева, тренер школы Олимпийского резерва 9 по конному спорту. Самоотверженный ценитель своего дела. Аня, собирай когулу. Она не мокрая? Высыпала хорошо, давай ты ее, пожалуйста, чисти и собирай седло. Когуле выйдешь, буквально тебе тут для очистки седло, куда ты помогаешь. Выводите на развязку. Двери, пожалуйста, держите, чтобы лошадь не была. Выходим на развязку, ставим и очистим. Сейчас только один, только прибыль. Двери можно прикрыть, чтобы не мешалось. Вот у нас спортсмены. Пламенно, кто-то у нас облот чистит лошадь. Обязательно перед тем, как ехать тренироваться, обязательно надо снять заклейки, почистить хорошо кушать, только после этого подседлая тканя и уходим в тренировку. Лошадку-дорог формула. Это у нас буденовская кобыла. Вот у нас 13-го года рождения, приведена в Забайкальском окраине. В школе конного мастерства на сегодня 21 лошадь. За каждой лошадью ухаживают, моют, причесывают, относятся с любовью и лаской. Детей в спортивную секцию принимают с 10 лет. Обычный набор происходит в сентябре. В школе дети разделены на три группы – начинающая, средняя и старшая. Для каждой предусмотрены разные по темпераменту лошади. Обязательно тренировка начинается с отшагивания лошади. Обязательно лошадь, так же, как спортсмен, отшагаться. Должна научиться дышать сначала здесь. Она должна хорошо все это пройти, все косточки свои размять. Потом уже начинается тренировка, уже рысь начинается у нас. Все это постепенно, от простого к сложному. Все потихонечку идет. Сейчас они разомнят лошадей. Затем начнем уже именно решать такие специальные задачи. Один день у нас, например, манежная езда. Один день мы занимаемся конкуром, то есть прыгаем при преодолении препятствий. Один день они, например, едут у нас куда-то в лес. У нас хорошая тропа есть в лесу тоже такая. То есть полевые. Они должны быть выносливыми, лошади обязательно мы готовим. И для того, чтобы они могли пройти всю дистанцию. Потому что у нас и конкуром занимаемся, и троеборием. База конного спорта школы Олимпийского резерва 9 располагается в Сотниково и называется «Золотая подкова». В рубрике про преодоление сегодня мы вам расскажем про смелую девочку Василису. Вася занимается конным спортом 3 года и знает, что все начинается с конюшни. Необходимо подготовить лошадь к тренировочному процессу, надеть седло, подтянуть по длине стремена. Василиса делает это уже как профессионал. Спортсменка занимается жеребцом по имени Мандат. Он спокойный, терпеливый и преданный друг. У родителей Василисы основная цель была в том, чтобы ребенок компенсировал вот эту сенсорную недостаточность, которая возникает при данном расстройстве. Ну и плюс все-таки стабилизация эмоционального фона. Когда Василиса пришла, да, ей очень нравились лошади. Но усидеть на лошади больше пяти минут без удерживания двух взрослых было невозможно. Потому что ребенок просто в любой момент мог взять, спрыгнуть с лошади и пойти заниматься своими делами. Сейчас у нас такой уровень, что ребенок ездит рысью. То есть это идет... Рысь, естественно, при поддержке шамбарьера, при посыле инструктора. Но, тем не менее, ребенок держится в седле, ребенок получает от этого удовольствие. И если бывают какие-то внештатные ситуации, например, лошадь там испугалась, стала как-то не так, развернулась, мы ни разу не падали в седлах. То есть там, где нормотипичные дети у меня могут посыпаться на землю, как груша, Василиса отлично держит баланс. Василиса невербальна, поэтому мы используем визуальные подсказки. Мы сделали фотографию, повешали у нее в комнате фотографию занятий. И когда ей хочется заниматься, она показывает, что давай туда. То есть ребенку комфортно. Когда ребенок не хочет уходить в занятия, это тоже показатель успеха. Василиса у нас не говорила. И вот как-то мы приходим на занятия, и кто-то из девочек ее увидел, говорит, Василиса, привет. Она поворачивается и говорит, привет. То есть первое слово ребенка за длительный период времени. Это был прям просто восторг. И сейчас все... Прогресс. Прогресс, да. И сейчас все ребята, когда с ней здороваются, Василиса привет, она поворачивается, хорошо устанавливает зрительный контакт. Как раз-таки для детей с аутизмом один из первых признаков – это нарушение зрительного контакта. Василиса за время работы на конюшне стала лучше удерживать зрительный контакт, больше стала контактировать с окружающими, дольше держать взгляд. А наша героиня Василиса вместе с инструктором Полиной готовится к паралимпийским выездам по адаптивному конному спорту в спортивной школе Олимпийского резерва 9. Мы обязательно будем следить за ее успехами. Специальный гость программы «Тасманский дьявол» Вадим Бусеев. Платите в одно касание. Чита Энергосбыт. Переходи на светлую сторону. Продолжение следует... Сегодня в рубрике про гвоздь. Тасманский дьявол, тренер по самбо, главный тренер ММА Республики Бурятия Вадим Бусеев. Вадим Бусеев. Бурятский самбист и борец ММА. Чемпион мира по панкратиону. Серебряный призер Суперкубка мира по боевому самбо. Мастер спорта России по боевому самбо. Вадим, скажи, какой твой первый вид спорта? С чего ты начинал заниматься и тренироваться? Я пришел в секцию самбо и дзюдо в 96-м году к Никулину Дмитрию Викторовичу. В городской дворец юношеского творчества. Там мой спортивный путь и начался. А где ты жил территориально? Я жил в поселке Толунжа. И так далеко ездил? Да, первое время нас с братом возили родители, а потом мы уже сами стали ездить. В пятом классе мы стали ездить сами, самостоятельно, на тренировки. Потому что мы перешли в 29-ю школу как раз. Она была рядом с городским дворцом. Нам было удобно посещать и тренировки, и ходить в школу. А самбо тебе пригождалось когда-нибудь в обычной жизни? В обычной жизни? Ну, конечно, мы все люди. Разные случаи, разные моменты бывают на улице. Так что, да, периодически. Ну, не периодически, но иногда, да. А когда был с подростком, шел с братом, были какие-нибудь казусные ситуации, или где нужно было спасать девушку? Ну, девушку один раз спасал. Правда, там обошлось просто словами. Ну, и подзатыльником, так что там... Девушки подзатыльником? Нет, не девушки, конечно. Просто ехали не совсем трезвые двое молодых людей. И один из них, ну, неподдельный интерес проявил к девушке. То есть, начал ее хватать и дергать. Ну, я думаю, ну, надо заступиться. Дал подзатыльник, сказал, успокойтесь, и все. Они молча ехали дальше. Вадим родился в Иркутской области. У него есть брат-близнец. В городе Улан-Удэ родители переехали, когда Вадиму было 4 года. В период учебы в школе будущий боец ММА занимался дзюдо, вольной борьбой и боксом. А вот после окончания школы стал тренироваться по боевому самбо у Тумена Санжиева. Когда мы с тобой познакомились, я в скромном тренере не узнал от османского дьявола. Как тебе удается сочетать дерзкое отношение к единоборствам, ведения, жестковедения боя и вот спокойствия в жизни? Ну, как раз единоборство нас и учит тому, что мы должны быть спокойны, рассудительны. И по максимуму не применять свои навыки в обычной жизни. Конечно, я не идеал в этом плане. Разные случаи бывали. Но да, мы всегда стараемся сдерживать себя, свои какие-то порывы, гнева, злости. То есть мы учимся этому именно на тренировках, как именно себя сдерживать. А бой, да, мы в бою должны вести себя как можно жестче. Но при этом, естественно, мы не должны нарушать правила. Мы всегда в рамках каких-то правил действуем. У любых единоборств есть правила. То есть это давно забытый термин. Бои без правил – это уже не так. Мы занимаемся именно спортом. А в спорте всегда есть правила. Тасманский дьявол. Прозвище, никнейм. Кто тебе его дал, придумал или ты сам? В общем, история такая с этим прозвищем. Мы сидим в общежитии в Москве, в университете физкультуры учился я тогда. Сидим с одногруппником моим в общежитии. Он говорит, Вадим, тебе нужно придумать какое-нибудь громкое прозвище, чтобы все знали тебя под этим прозвищем. Я говорю, ну как-то себе неудобно придумывать. Вот ты предложи мне, а я посмотрю, понравится, мне не понравится. И он, давай там перечислять, там что-нибудь такое. И такой, типа, давай, Тасманский дьявол. Я такой, вот точно, мультик такой был раньше, помните? Да, он кружился. Да, да, да. И я такой, вот точно, давай, Тасманский дьявол. В принципе, похоже чем-то. Ну и такой забавный достаточно зверек. И прозвище это необычное. И все, думаю, да, давайте, давай. То есть ты такой нежный и ласковый, а внутри тебя зверь. Да, да, точно, именно так. Почему ЭМА-МА? Ну, это вершина, наверное, единоборств. Но это, на мой взгляд, естественно. Многие люди так же не считают. Но я вот думаю, что это одно из таких, такого вида спорта, где действительно сочетаются в себе разные направления ударных видов единоборств, борьбы. И где ты действительно можешь показать себя полностью, полноценно, как бойца себя. То есть проявить себя как бойца. Вадим Бусеев в 2018 году сложил самбовки. Закончил карьеру профессионального спортсмена. И продолжил работать в качестве судьи соревнований по самбо и заниматься тренерской деятельностью в самбо и ММА. Сейчас ты являешься тренером и по самбо, и по ММА. Тебе нравится быть тренером? Да, мне нравится быть тренером. Я передаю свой опыт подрастающему поколению. И это как замена. То есть когда ты уходишь из спорта, ну то есть из активного, то есть когда ты выступал, тебе все равно требуется какой-то где-то выплеск энергии твоей. И когда ты тренер, это позволяет тебе как-то заменить твое уже активное выступление. То есть что твои дети, ну не твои дети, а имеется в виду твои ученики выступают. Это тоже достаточно экстремальное направление в жизни оказывается. Я всегда думал, что тренером быть очень хорошо, очень просто, но на самом деле это безумно, безумно. Ты как родитель волнуешься, да? Да, наверное, как родители. Это вывезти на соревнования. Это ребенок или там уже не ребенок, все равно он уже, даже мужчины, да, там взрослые, уже они все равно под твоей ответственностью. Ты переживаешь за них, что они поедят, во сколько они лягут спать, как они себя чувствуют, в общем, полноценно переживаешь за них. А в бою так ты нервничаешь так, как будто не они дерутся, а сам дерешься, выступаешь. На все реагируешь точно так же, как и в поединке. А сейчас мы разыграем футболку от Вадима. Вопрос мой такой. Кто является моим первым тренером? Для того, чтобы выиграть футболку, вам необходимо подписаться на группу ВКонтакте TV.com и под этим видео ответить правильно на этот вопрос. Первый, кто ответит правильно на этот вопрос, получает футболку. Желаем удачи! Напомним, на прошлой неделе мы с Максимом Бувалиным разыграли два приза и сегодня подвели итоги. Первый приз достается Кириллу Киселеву, ученику восьмой школы. Этот мяч достается Кириллу Киселеву. Он ответил правильно на два вопроса. Кирилл, мы тебя поздравляем. Спасибо, очень рад. Хочу поблагодарить компанию TV.com за возможность принять участие в таком крутом розыгрыше. А мяч-то тебе нравится? Конечно, нравится. Буду каждый день играть с ним в футбол. Мы благодарим Максима Бувалина за этот приз. Обладателем второго приза стал Тумен Циденов. Второй наш победитель Тумен Циденов. Мы его поздравляем. Он также ответил правильно на два вопроса, которые задавал Максим Бувалин. И Тумен выиграл книгу «Олег Романцев. Вся правда о Спартаке». Мы тебя поздравляем. Спасибо большое за награду. Очень рад. Будешь еще участвовать в наших конкурсах? Конечно. Постараюсь выиграть больше наград. И с радостью приду сюда еще раз. Спасибо.